Раввины Европы и Папа Римский обсудили, как наладить отношения с РФ Анна Федикина. Рисунок к статье. Впервые в истории Римско-католической церкви и Европейского еврейского конгресса состоялась встреча лидеров двух религиозных конфессий. В понедельник Папа Римский Франциск в Ватикане принимал делегацию конференции раввинов Европы, которую возглавил главный раввин Москвы Пенхас Гольдшмидт. Одной из основных тем переговоров стало обсуждение роли религии в укреплении дипломатического и культурного диалога между Россией и Европой. Читайте также, как советник Ватикана стал православным священником и монахом в состав делегации вошли 700 раввинов из синагог в разных странах Европы. Больше половины участников делегации раввинов представляли Россию и Российский еврейский конгресс. Также во встрече с Папой Римским Франциском участвовали главные раввины Франции, Англии, Германии, Италии, Бельгии, входящие в конференцию раввинов Европы. Визит делегации раввинов в Ватикан планировался более двух лет. Изначально встреча еврейских религиозных лидеров с Папой Римским должна была состояться еще в 2013 году. Однако за несколько дней до намеченной даты Бенедикт Хуи объявил о своей отставке. Тем не менее пришедший ему на смену Папа Франциск не отказался от идеи налаживания связей между двумя конфессиями. Встреча в Ватикане стала проявлением народной дипломатии, заявили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Визит в Ватикан носит неполитический характер, он проходит в рамках народной дипломатии. При этом часть повестки дня связана с российской проблематикой, отметили представители организации. В частности речь шла об отношениях между Россией и Западом, ухудшившихся на фоне антироссийских санкций, а также мерах, которые могут предпринять римско-католическая церковь и еврейские общины, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Его святейшество находится в уникальном положении, чтобы помочь построить новые мосты, отвезти Восток и Запад от пропасти войны и вернуть их к объединенной и благополучной Европе и миру, заявил главный московский раввин Пенхас Гальдшмидт.